Всем привет! Меня зовут Лера, и я очень рада видеть вас на своем канале. Сегодня у нас с вами прочитанная за июль. Книг получилось относительно много, и я очень рада, что у меня получается снимать за каждый месяц прочитанное уже, поэтому давайте побыстрее начнем. Я буду рассказывать по порядку, как я их читала, так, от первой до последней, так. Не распределяя никак по жанрам, ни почему. И первая книга, прочитанная за июль, это Кейт Мортон и ее Дом у озера. Здесь рассказывается, как обычно, у Кейт Мортона двух временных линиях. Здесь прошлое, 30-е годы, 20-го века и современность. В прошлом рассказывается о семье, которая жила в большом поместье, в том самом Доме у озера. У них была вечеринка, они устраивали, и все было прекрасно. Наша главная героиня написала детектив, она была влюблена, ей 16 лет тогда было. И все, казалось бы, прекрасно, но исчезает ее младший брат. Ее младшему брату было около годика, совсем малыш, он бесследно исчезает. И вот многие-многие годы его пытаются искать, но так и не находят. И проходит уже 70 лет, и в современности, ну, 2003 год, появляется наша главная героиня в современности уже, девушка, которая работает полицейским, но из-за проблем на работе ей приходится некоторое время провести в Корнуэле у своего дедушки. Взять такой отпуск. И она случайно набредает на заброшенный тот самый дом-озеро, где происходили события в прошлом. И потихоньку начинает ее профессиональная сторона брать вверх, и ей интересно, что же там произошло, почему этот дом заброшен, почему там никто не живет. Она узнает историю и потихоньку начинает узнавать, что же произошло в прошлом. А наша 16-летняя героиня, вот девушка, которой в 1933 году было 16 лет, она уже пожилая дама, она пишет детективы, она очень успешная писательница, не хочет вспоминать о прошлом, и продвигается наше расследование. И мне эта книга практически полностью понравилась, не считая того, что практически в самом начале я узнала, не знала, догадалась до одного сюжетного поворота, попросила меня проспойлерить, так это или нет, оказалось, что это так, и это не то, чтобы сильно расстроило, но в конце вот этот момент должен был произвести фурор, но я уже это знала с самого начала, но мне кажется, об этом можно догадаться. Но вообще о том, что произошло, как произошло, кто виновен, и почему все вот это произошло, мы начинаем доказываться постепенно, и достаточно сложно к этому прийти. Но Кейт Мортон, мастер в чем? Она никогда не использует реалий в кустах. То есть здесь не будет чего-то такого, что вы, ну, никак ни до чего не могли догадаться. У нее все имеет причину, и она обо всех этих причинах догадывается. Проблема в том, что мы не можем, естественно, эти причины совместить для того, чтобы получилась целостная картинка, но, тем не менее, все намеки, они есть в тексте с самого начала. И когда в конце мы узнаем, что произошло, мы понимаем, что да, вот эти все-все-все мелкие детали, которые вообще никак не складывались в картинку, они имели значение. И в каждом действии персонажей раскрывалась та самая причина, раскрывалось прошлое. И вот это мастерство Кейт Мортон именно в том плане, что она создает масштабную картинку и просто подводит нас к итогу, точнее, к началу, к тому, что произошло, почему это произошло. И это целостная картина, получается целостная история, такая большая семейная сага с множеством проблем семейных. Много проблем здесь затронуто. Я вот в прошлый раз, когда читала, когда рассеется туман у Кейт Мортон, так и сейчас, хочу восхититься снова тем, какую он атмосферу создает. Вы находитесь в Англии, вы находитесь в Корнуэле, и как только вы открываете книгу, вы сразу же погружаетесь в эту атмосферу. Она просто переносит читателя в Англию. Атмосфера написана невероятно, и кажется, что это какая-то классика. Тоже Джейн Остин, но в то же время современность, естественно, заметна. Очень классно пишет Кейт Мортон. Я невероятно довольна, что ее читаю. И все книги буду с радостью читать. Очень рада, что у меня много ее книг есть. Идеально детективная линия, и семейная история, и отношения между людьми, и атмосфера. И пишет она прекрасно, поэтому очень советую Дома у озера тоже. Вторая книга, наконец-то, это Миндаль. Это корейская, скажем так, подростковая литература. И сразу же полностью мои впечатления, можно считать, с этого. Рассказывается здесь о парне, который родился с дефектом. У него отсутствие эмоций. Он не может испытывать никакие эмоции. Лексимития, если я правильно поставила ударение, это болезнь называется. И он не может не сопереживать, он не может испытывать страх. То есть он не может испытывать никаких эмоций. То есть когда его, например, ударят, ему будет больно. Но он не сможет почувствовать угрозу, потому что он не чувствует страха. Он не может почувствовать любовь, он не может почувствовать вообще никаких эмоций. И здесь рассказывается о его жизни, когда он живет с мамой и с бабушкой, когда он постепенно потом остается один, и как он выживает в этом мире. Он остается один, когда ему лет 16, по-моему, подростковый такой возраст. И параллельно в повествование вплетается вторая сюжетная линия, где к нашему главному герою приходит мужчина и просит нашего героя притвориться его сыном, потому что его жена умирает, а их настоящий сын, он исчез много лет назад, был совсем маленьким мальчиком, и он его нашел. Но вот этого мальчика, который исчез, который сейчас объявился, его нельзя показывать матери, которая умирает, потому что это просто трагедия какая-то. Мы узнаем, почему нельзя знакомить маму с сыном, с ее родным, и просит нашего героя притвориться им. И наш герой притворяется и встречает того самого реального мальчика, и у них сначала ненависть, потом перерастает в очень болезненную такую дружбу, и мы постепенно следим за вот этими двумя мальчиками, как их дружба развивается, и как вообще их жизнь складывается. Сначала я была от книги в полнейшем восторге, потому что мне казалось, что как описываются вот эти эмоции людей вокруг, что они испытывают, как они делают из этого героя, изгоя общества, потому что он не испытывает эмоции. То есть если кто-то упадет, он на них вообще не обернется, то есть ему все равно, он не поможет, он не испытывает жалости, он не испытывает сочувствия, не сопереживает никому. И мне казалось это действительно очень классным, но потом все это скатилось в очень легкую подростковую историю, абсолютно нереалистичную, как мне показалось в плане эмоций, того, как развиваются все чувства, которых нет нашего главного героя. И здесь о буллинге в школе, о том, как одноклассники не принимают нашего героя, и в итоге все скатывается в очень-очень банальные истины такие, которые мы все уже знаем. О том, что вот мы издеваемся над человеком и считаем, что он какой-то не такой, потому что он не испытывает сочувствия, а сами, когда видим какую-то проблему, тоже не испытываем к ней, но то, что мы не испытываем к этой проблеме никаких эмоций, не помогаем, это наш сознательный выбор, а мы издеваемся над тем, у кого это несознательный выбор. И вот эти аналогии с тем, что у нас нет чувств на самом деле, почему мы издеваемся над теми, у кого не может быть этих чувств, такие очень-очень банальные истины, что значит любовь, что значит дружба, как это важно, как люди, которые не похожи, как над ними нельзя издеваться, потому что все мы разные, все очень и очень банально, но вот эту книгу я все равно советую почитать, если вам лет 15. В подростковом возрасте, наверное, она как-то может сформировать личность в хорошем именно плане, потому что покажет именно реальные проблемы, с которыми сталкиваются подростки и молодые люди в университете, например, вообще в обществе, но в раннем социуме. И это важно для подростков, но я это переросла лет 15, наверное, назад, поэтому сначала мне нравилось, но потом я поняла, что для меня эта книга уже слишком детская, но, тем не менее, если вы вот такого юного подросткового возраста, очень советую ее прочитать, она сформирует, наверное, правильные какие-то установки, но только вот для подростков. Лет до 20, наверное, эту книгу нужно читать, а потом, возможно, это уже поздновато. Следующая книга, о которой я говорила в покупках и обещала вам поделиться ею, это «Я знаю, кто ты». Это триллер, детектив из серии «Двойное дно», где должно что-то в конце супер неожиданное произойти. Рассказывается здесь о главной героине, об актрисе, которая живет со своим мужем, у них все прекрасно, вроде бы. Она уже два года как очень знаменита, популярная актриса, все хотят там взять у нее интервью. Постепенно всплывает какой-то человек из прошлого нашей героини, который пишет ей записки «Я знаю, кто ты», и мы понимаем, что нашей актрисе есть что скрывать. И в то же время исчезает ее муж. Исчезает вообще бесследно, ничего не сказав, не написав. И она понимает, что у нее дома остался и телефон его, и кошелек, и документы, и ключи. То есть он просто исчез без всего. Но при этом дома нет ни одной его фотографии, кроме одной детской фотографии. И она, естественно, вызывает следователей, рассказывает о том, что ее кто-то преследует, но в то же время мы знаем, что ей есть что скрывать. И параллельно мы узнаем о ее прошлом. А ее прошлое это что-то очень тяжелое, потому что ее похитили от ее семьи, которая тоже была не очень, но тем не менее ее похитили. И усыновили другие люди, которые были тоже ужасными людьми. И вот рассказывать о ее прошлом, когда она была маленькой, о настоящем, что произошло. Здесь догадаться до финала действительно нельзя. И мне вроде бы все нравилось, но я эту книгу посоветовать, к сожалению, практически никому не могу, потому что здесь так много мерзких моментов. Если я вам об этих мерзких моментах расскажу, то это будет просто концовка книги, потому что самое-самое противное, отвратительное происходит к концу. И это не то, чтобы жутко, как у Телье, или как-то кроваво и жестоко, что мурашки по коже, как жутко. Нет, это просто мерзко. И я меньше всего хотела об этом читать, хотя, наверное, да, поэтому это все показалось очень неожиданным. Но если вы знаете меня, то вы знаете, что я люблю, например, Телье, у которого жестокие моменты описаны очень подробно и кроваво. Здесь для меня даже все было ужасно мерзко. Здесь, когда рассказывалось о прошлом именно нашей героине, то тоже описывались мерзкие моменты, которые показались мне прямо мерзость ради мерзости. Все было бы очень эффектно и без этих моментов. Очень мерзко. Именно концовка, разгадка, скажем так, главного виновника, главного монстра всей этой истории, это прям настолько отвратительно, что это абсолютно эту ситуацию не спасает то, насколько это неожиданно, непредсказуемо. Да, вау, эффект. Ну, думаешь, фу, дайте мне лучше быть предсказуемой, чтобы я ругалась на концовку, чем вот это. Мне книга не понравилась, и я слабо представляю, кому может реально понравиться, у кого она может вызвать другие эмоции. Есть разные вкусы, то есть кто-то жестокость не принимает, кто-то принимает, но здесь именно мерзость, которая мало кому понравится, поэтому советовать не могу, только на ваш страх и риск. Как, в принципе, все книги, но вот тут прям предупреждаю. Ужасную мерзость мы разбавим чудесной книгой «Это лето на парк Авеню». Я влюбилась в эту историю, хотя многие писали, что она суперпростая, и что от нее вообще ничего не нужно ждать, она не атмосферная какая-то, нет, все неправда, она обалденная, она такая чудесная. И сейчас читать самое время. Вот, если вы включили это видео, купите эту книгу и прочитайте. Рассказывается здесь о нашей главной героине, которая работает, приезжает, точнее, давайте начнем с самого начала, приезжает в Нью-Йорк для того, чтобы исполнить свою мечту и стать знаменитым фотографом, но, естественно, ей нужно устроиться на работу. Но у нее уже есть определенные связи в мире Нью-Йорка, и ее устраивают, помогают устроиться на работу помощницей главного редактора «Космополитен». Редактор «Космополитен» тогда в 60-е годы это Хелен Герли Браун, но наша героиня-помощница, она, естественно, вымышленная личность, и нам очень в общих чертах рассказывается о том, как журнал «Космополитен» был просто в самом низу, когда его практически уже хотели закрывать, и Хелен Герли Браун поставили на это место, чтобы просто это место было, но они планировали, что она просто разрушит «Космополитен», и они смогут с чистой совестью, вот компания, которая владела этим журналом, просто закрыть журнал и прекратить его существование. Но Хелен, она решила, что она будет выпускать статьи, которые тогда просто были сенсационными, скандальными, об интиме, о всех вот этих моментах, и наша героиня ей помогала в этом, и здесь рассказывают об этом подъеме «Космополитен», и здесь прекрасно в двух словах, да, не очень глубоко, но потрясающая атмосфера написана вот эта внутренняя кухня издательского мира, кухня издательства журналов, как там тираж подготовлен, как готовят обложки, как ищут статьи, как ищут фотографов для этих статей, а учитывая то, что еще бюджет был очень ограничен, в этом все происходит. Рассказывается о личной жизни нашей героини и личной жизни помощницы, ну вот Элисы, ее зовут Элис, она сама, вот эта личная жизнь, и сама Элиса, она олицетворяет «Космополитен», то есть вроде бы она еще, вот в старых временах, когда все было очень благородно, чинно, там скромно, но в то же время она понимает, что наступили новые времена, и вот как для «Космополитена», так и для личной жизни нашей героини наступают эти времена, как она ищет любовь, как она ищет себя, какого-то партнера, как она хочет строить свою карьеру, и здесь прекрасно описан Нью-Йорк того времени. Кстати, обложка книги, это реально фотография Нью-Йорка того времени, очень красиво, очень атмосферно, здесь описываются прогулки по Нью-Йорку, и они тоже атмосферные, как они там ловят такси. Мне напомнило это, как я и думала вначале, когда я в «Планы на лето» эту книгу включала, я планировала, что... не планировала, я думала, что это будет похоже на «Секс в большом городе», и здесь действительно что-то похожее на этот сериал, который я очень люблю. И мне так понравилась книга. Я получила все, что хотела. Я получила атмосферу вот этого «Секс в большом городе», я получила атмосферу Нью-Йорка и издательского мира, и вот этих отношений, и дружбы между женщинами, и как она строила карьеру, мне все понравилось. Да, здесь нету каких-то трагичных моментов, здесь нету глубокого погружения в какую-либо из тем, но в целом история настолько атмосферная, летняя и светлая, и здесь семейные отношения тоже рассматриваются разные. Много всего, но в целом все получилось как такой действительно сериал какой-то. Вот если вы любите такого типа сериалы, то эта книга точно в этом стиле. И также как от сериалов таких ты тоже не так много ждешь, это просто что-то легкое для настроения. Я обычно такие книги, не то чтобы ругаю, но я говорю, что это слишком поверхностно, вот именно если книги какие-то для атмосферы. Но это для атмосферы, я ее прочитала, и до сих пор, хотя это было в начале, наверное, месяца даже, до сих пор теплейшие чувства, и у меня сейчас я подумала, вот я буду составлять лучшие книги года. А как я ее туда не включу? Она же такая прекрасная, мне столько теплых эмоций подарила. Я очень ее советую. Чудесная книга, теплейшие эмоции, точно вот в самое сердечко. Потом я прочитала книгу, которая войдет вот в топ-3, наверное, лучших книг года. Это я назвала его галстуком. Это книга австрийской писательницы с наполовину японки, которая рассказала историю двух людей, которая меня довела до слез несколько раз. Я до сих пор вспоминаю со слезами на глазах, и в этой истории, что меня очень удивило, обычно в книгах это уже не происходит, очень давно, она мне немножко сформировала мой жизненный курс, немножечко перенаправила, скажем так, его, немножко объяснила мне мои чувства и немного помогла мне кое-что в себе изменить. Такого не было очень давно. Обычно в книгах я нахожу наоборот подтверждение своим эмоциям, какое-то выражение своих эмоций и своей жизни, вот радуюсь этому. А здесь она мне даже помогла что-то изменить. Здесь рассказывается о молодом человеке, он хикикамори, то есть он уже несколько лет не выходит из дома, он добровольно запирается в квартире, ему там еду мама подносит под дверь. И таких людей очень много, особенно в Японии. Я не уверена, что их намного больше, но именно там. Но там есть, как-то это больше разглашается и больше об этом говорят, поэтому садится на такой достаточно подходящий. И он однажды решает переступить через себя, и по какой-то причине, все мы узнаем здесь, он выходит на улицу, идет в парк, садится на скамейку. И там на скамейку напротив садится мужчина в галстуке, которого называют галстуком. Не то, что пожилой мужчина, но ему за 50 уже совершенно другой категории. И казалось бы, у них ничего общего совершенно нету. Он открывает свой ланчбокс, то есть он на обеде. С работы пришел такой вот офисный работник, галстук, ему очень название подходит, такое имя, прозвище. И через некоторое время они знакомятся. И эта история, как каждый из них рассказывает друг другу свою историю, и что они друг от друга принимают, перенимают, узнают, чему учатся. И сначала я думала, что все это будет история о том, как нужно выходить из зоны комфорта, чтобы вы понимали, такие истории больше всего ненавижу. Если мне говорят, что вот у меня проблемы с социализацией, и если мне говорят, что вот нужно выходить из зоны комфорта, книга, если это говорит, и показывает, как это важно, книга попадает в худшие книги года, и здесь я очень боялась такого исхода. Но здесь с самого начала ничего подобного нет. Здесь с самого начала герой просто описывает свои эмоции, как он идет по улице, как его тошнит от одной мысли, что он сейчас встретится взглядом с другим человеком, что он коснется пальто другого человека, ему просто физически плохо от этого. И история второго героя, она вообще не имеет ничего общего с историей нашего героя, с Хикикамори, у него свои проблемы, которые не перекликаются со мной, но которые меня тронули до слез. И история их общения, и того, как развиваются они оба как личности, не хочу ничего проспойлерить, конечно, это и тяжело, и вроде бы жизнеутверждающее, но я говоря о том, что это жизнеутверждающее, и о том, что это дает какой-то толчок или надежду, я не хочу вам как-то исковеркать суть, потому что это не о том, что нужно выходить из него комфорта, нужно общаться, любить друг друга, в жизни есть смысл, все прекрасно, такого здесь вообще нет. Здесь просто показывается жизнь таких людей, которая вот такая, и что из этого получается? И просто мысли героя, как он естественно подходит к тому, к чему он приходит в конце. Я эту книгу вам очень советую, она великолепна, и ее я советую не только тем, у кого там тоже проблемы, какие-то социализации, а просто она настолько жизненная, что мне кажется, каждый найдет что-то для себя, сто процентов. Я почувствовала рассказ о том, как наш главный герой вышел впервые из дома за пару лет. Я все еще умею, я умею переставлять ноги, я не разучился. Все стремления потерять этот навык были напрасны. Я задумался о вязкой вечности только начавшегося бесконечно тянущегося дня. Уверенность в том, что он когда-нибудь закончится, меркла в сравнении с унылой меланхолией, с которой он тянулся. А меланхолия, как я подумал, именно то слово, которое было написано на собоих на лбу. Оно связывало нас, мы встретились в нем. Я настолько привык к его присутствию, что парк без него и я в этом парке казались чем-то бессмысленным. Без вопросов, которые он во мне вызывал, я был бесполезным вопросительным знаком на белом листе бумаги, вопрошающим в пустоту. Мы оба смотрели, как все от нас ускользает, втайне чувствуя при этом облегчение от того, что не в силах повлиять на ситуацию. И, возможно, это счастье. Главное, что характеризует Хикикамори. Счастье на неопределенный срок быть освобожденным от жизни, от взаимодействия причин и следствий, не иметь перед собой человеческих целей и стремления их достичь, законсервироваться в забытье, быть шаром, лежащим в стороне и не приводящим другие в движение. Закрываясь, ты выпадаешь из плотной сетки контактов и отношений, испытываешь это в облегчении. Облегчение, что больше не нужно выносить свой вклад. Ты, наконец, признаешься себе, что этот мир тебе совершенно безразличен. Очень кратко об имени Розы. Средневековый детектив в сеттинге средневекового монастыря, где происходит убийство. И все это в разговорах об родинах, о францисканцах, о спиритуалах и о разных других родинах, которые вытекают из францисканцев и параллельно с ними развиваются. В общем, религиозная жизнь Италии 13 века, 14, простите, 14 века, философская жизнь, убийство, Шарла Колумбс и доктор Ватсон. Есть отдельный влог, где мы читали с вами эту книгу за 10 дней. Очень советую посмотреть. В двух словах, книга 100% войдет в лучшие книги года. Я такого удовлетворения от чтения давно не получала, когда ты кучу-кучу всего узнаешь и кажется, что это точно уже не может в какую-то единую картинку сложиться. Кажется, что это было просто так, чтобы помучить мозг читателя. А все это в итоге выливается в мотив преступления, который сам произрастает из всех этих моментов. И без этих исторических фактов, религиозных, он просто не мог существовать. Имя Розы реально так же прекрасно, как все его описывают и как все его любят. Так что обязательно посмотрите влог, там все подробно. Больше, чем на час видео получилось. Все об имени Розы. То, чего у нас с вами давно не было, это русская фэнтези. И это Марина Суржевская, ее дверендариум. Я долго сопротивлялась дверендариуму и вообще автору, потому что я слышала огромное количество теплых отзывов. Всем дверендариум нравится. Но я давно отошла как-то от русского фэнтези. Мне кажется, вообще не тянуло. Но мне даже прислала эту книгу, сказала, она тебе нужна, она тебе понравится, читай. Я взяла, начала читать, и мне понравилось. Я не скажу, что эта книга оставила какое-то сильнейшее впечатление, что там лучшие годы. Хотя у меня фэнтези часто входит в лучшие годы. Я очень люблю, в принципе, жанр. Но я очень рада, что я прочитала. И, кстати, трилогия, вот эта первая часть, и еще две книги есть. Я уже читаю вторую. Обязательно прочитаю всю трилогию. И очень интересно. Все классно. Сейчас расскажу. И даже нет никаких но. Просто, возможно, это на фоне вот остальных книг, которые я читала, как-то не так произвела впечатление. Но, тем не менее, книга прям на все сто классная. Здесь рассказывается о главной героине, которая сирота, которая выросла в детском доме. Она работает сейчас в книжном магазинчике. И однажды к ней в магазин приходит девушка, которая точно ее копия. Чуть цвет волос отличается от цвет глаз, но они одинаковы. И предлагает ей сделку. Все происходит в мире, где есть дверендариум, место, где в этом месте находится дверь в мертвой мир. В дверендариуме есть школа, такая закрытая, где пару человек обучаются, или университет, в общем, где учатся люди из высших слоев общества, потому что там нужна большая сумма для того, чтобы туда попасть. И обучаются они для того, чтобы попасть через эту дверь, которая там находится в мертвой мир, и получить какие-то дары. То есть есть дар какой-то, возможно, целительство, дар силы, дар каких-то навыков, талантов, скрытого зрения, какого-то ощущения. В общем, дар может быть абсолютно любой. И наша главная героиня, и та девушка, которая приходит к нашей героине, она предлагает сделку. Та богатая девушка должна отправиться в дверендариум, но она туда не хочет на год отправляться, чтобы получить обучение, чтобы получить дары. И она предлагает нашей героине поменяться местами, чтобы вместо нее поехала та девушка. И они меняются местами, немножечко там меняют внешность. И вот наша героиня, она самозванка в этом мире богачей, но ей необходимы эти дары для того, чтобы, во-первых, обрести какую-то цель в жизни, обрести силы, и, во-вторых, чтобы найти близкого друга, с которым они выросли вместе, но который исчез несколько лет назад. И усложняется все тем, что у нашей героини, у той девушки, которая должна быть в этом дверендариуме, там находится брат, который может ее узнать, узнать, что это не она, раскрыть, а все это карается, естественно, смертью. И вот наша героиня идет туда, чтобы ходить по лезвию ножа, но получить эти дары и найти своего друга. И в первой части это стопроцентная трилогия, это незавершенная работа, но в конце нам даются некоторые моменты, мы узнаем, что там вообще происходит, в каком направлении нужно искать, в каком направлении смотреть. И это действительно такая достаточно поверхностно описанная история в плане фэнтези мира, но она и небольшого объема. Здесь достаточно поверхностно описан этот мертвомир, поверхностно описаны дары, но все это очень захватывает. И интересно, что будет дальше, интересно, какой дар вынесет нашей героине. Обучения здесь тоже практически нету, здесь очень кратко описаны эти моменты обучения, и какие-то силовые тренировки, и теория, и экзамены, все очень поверхностно. Но опять же, ничего плохого, то есть нету никаких пробелов, когда ты понимаешь, что ну давайте уже здесь что-то опишите, здесь вообще непонятно. Такого нету. Это очень легкая фэнтези с романтической линией, которая достаточно спорная, потому что вы уже догадываетесь, между кем будут там любовные отношения. Но эта любовная линия не настолько спорная, чтобы сказать, фу, это как так? Вот. То есть любовная линия интересная, плавно развивающаяся. И мне интересно, что будет дальше. Мне интересно то, особенно, чем это закончилось, что произошло в этом мертвом мире в самом конце, когда наша героиня туда попала. Если вы любите легкое фэнтези, ромфанд, то я уверена, хотя тоже не так много знакомы с жанром, но мне кажется, что это один из лучших таких представителей, он очень захватывает. Но книгу, наверное, нужно читать по настроению. Если вы любите какие-то масштабные героические фэнтези, масштабные героические фэнтези, то, конечно, это не для вас. Но ромфанд очень достойный. И последняя книга, которую я прочитала за один вечер, но которая тоже у меня в лучшее. Я не знаю, Июль? Спасибо, Июля! Ты принес мне невероятные книги, и это Сомерс от Моя моего на вилле. Я влюбилась в книгу, она еще как-то вот вовремя в мою жизнь вошла, совершенно случайно, просто увидела в магазине, вспомнила, ой, я ее уже хотела когда-то, но я не помню, о чем она взяла, прочитала в этот же вечер и влюбилась. Здесь рассказывается о нашей главной героине. Я каждую книгу всегда, на протяжении пяти лет, мне кажется, уже начинаю с отзыва, рассказ о нашем главном герое или рассказ о нашей главной героине. Научите меня разнообразить речь. Рассказывается о нашей главной героине, которая водовой стала недавно. У нее осталось состояние не то, чтобы большое, но достаточно для того, чтобы спокойно жить. Ей предлагают пожить на вилле во Флоренции. Это вилла во Флоренции описана. Вроде бы тоже коротко, но настолько ярко. Там всякие фрески, разные статуи. Находится на вершине холма, где открывается вид на Флоренцию. Там прекрасный сад за домом. Книга для отпуска. Вроде бы. Вроде бы и нет. Вроде бы и да. Да, точно для отпуска. Если вы в отпуске, берите ее. И вот наша героиня там какое-то время живет. У нее есть поклонник, который очень большого, высокого поста должен достичь. И предлагает ей стать его женой. Она берет время на подумать там пару дней. И параллельно рассказывается еще о некоторых героях. И это не то, чтобы прямо суперэлита какая-то, как в описании написано, что они там собираются за ужином, и там происходит убийство. Такого здесь нет. Здесь есть ужин, но он быстро так вскользь упоминается. И убийство действительно происходит. Происходит убийство молодого парня. Что за парень? Что будет происходить? Почему это убийство произошло? Книга достаточно маленькая. Вот я ее за вечер почитала, поэтому вам вообще не нужно знать никаких подробностей. Но здесь рассуждение о любви. О любви взрослой. О любви такой полной опыта и разочарования в жизни и в той самой любви. О том, какая любовь зрелая должна быть. Не должна быть, а какая она в основном вот у всех, как развиваются чувства. О семейной жизни. О людях. И самое крутое здесь, что на такой маленький объем показывается развитие раз, два, три, четырех персонажей. Причем такое полное развитие личности. Даже не развитие, а раскрытие личности. Что я сделала, думала, как вот можно было так сделать. Мой мастер, он великолепный знаток человеческой души, он великолепный психолог, он всегда описывает человека так полно и так тонко, что ты удивляешься, как так вообще можно, но что он может это сделать в двух словах буквально и раскрыть человека, который казался совершенно другим, и поменять в корне наше отношение к каждому из этих четырех персонажей, ну скорее даже трех, но к нашей героине тоже. И я в этой книге встретила героя, который станет одним из моих самых любимых в истории литературы. Потому что мне кажется, я искала именно вот такого человека в литературе, и именно в данный мой период жизни мне почти 30 лет, у меня происходят определенные события в жизни, и из-за этого опыта у меня складывается определенный образ, который сейчас мне максимально откликается. И я не думала, что этот образ существует, пока не прочитала на вилле Моэма. И я поняла, что этот образ, он максимально соответствует моему внутреннему состоянию. И как я вижу, человека полностью, не то что олицетворяющего меня, но очень близкого мне по духу, которого я могу понять, и которого я могу создать сама, представляя идеального человека. Это очень сложно, но я встретила здесь идеального персонажа. Невероятно, причем именно в неоднозначности, вот это моя заключается здесь однозначная любовь. И вот это вроде все серьезное, здесь и убийства, и серьезные проблемы, но оно все с такой легкой вуалью юмора, иронией, такие скептичные герои, скептично настроенные ко всему, к жизни, немножко разочаровавшиеся. Вот эта книга стала для меня просто идеальной. Она идеально подошла в мой период жизни, мой возраст, мой жизненный опыт, еще и время наложилось, идеальное место, сеттинг, все прекрасно. немного мне это напомнила «Ночь нежна» Физжеральда. Восхитительная книга, я не знаю, какая-то судьба просто мне ее принесла, обо всем шикарные рассуждения и убийства, и герои, все великолепно. И это были все книги, прочитанные за июль. Спасибо вам большое за внимание, и до скорой встречи в новом видео. Всем пока! Пока!